Радио Болтком Добрый день, уважаемые слушатели Программа «Встретились, поговорили» Олег Пеков в студии И со мной на прямой связи Наша латвийская Я все-таки называю латвийской Хотя я понимаю, что музыканты наверняка принадлежат всему миру И вообще музыка не имеет национальности Музыкант и кардионистка Ксения Сидорова Здравствуйте, Ксения Добрый день Здравствуйте, Олег Здравствуйте, слушатели Действительно ли вот такой космополитизм царит в музыкальной среде? Ну, хотелось бы надеяться, что это до сих пор так В связи с последними событиями последних двух лет Я надеюсь, что оно еще так, да Кстати, вот о последних событиях двух лет Действительно, как... Я понимаю, что этот вопрос навязан в зубах Все спрашивают Вот эти два последних года Насколько они были сложными Ну, полтора, скажем так Вот пока проходила вся эта пандемия Потому что очень многие музыканты Жаловались на то, что отсутствие контакта с публикой Для них означало, ну, и отсутствие мотивации Заниматься музыкой То есть тренировать Поскольку музыкант, ведь должен постоянно совершенствоваться Постоянно репетировать Вот как удавалось заставить себя? Я даже вот не знаю, с чего начать У меня, конечно, всякие пессимистичные мысли Лезут в голову на этот счет Мы до сих пор находимся в сложной ситуации Многие люди, не только у них нет мотивации У многих людей нет просто-напросто работы И нет средств, как помочь выжить своей семье И так далее Я уже не говорю о вдохновении Или посещении концертов Это кажется вторичным Но для нас это все-таки работа Которой у нас тоже не было Было сложно И я старалась находить плюсы во всем У меня маленькая дочка Так что получилось провести все это время вместе И видеть, как она растет Эти самые важные Много всего в первый раз происходит Поэтому с этой стороны я это вижу Как позитивная часть Естественно, с музыкальной стороны Все было очень-очень тихо и глухо Хотя я старалась не унывать И с большой поддержкой своего мужа Своей семьи, которая в Латвии Я все-таки записала диск И для меня это был, так сказать, хайлайт Это можно выделить как основное событие прошлого года Так что работа шла Я все время старалась себя подгонять Что-то где-то как-то Чтобы не останавливаться на достигнутом И все-таки продолжать думать На то самое светлое будущее Не было ли искушения превратиться в домохозяйку окончательно? Оно так и есть Я была и есть домохозяйка Я надеюсь, что даже с концертами И с появлениями концертов, которые будут сейчас Я все-таки буду и подумаю что-то тоже делать Мне это нравится и для меня это как отдушина иногда Что-то там пойти потереть пыль и подумать Свои мысли Но, конечно, я поняла еще больше Что для меня это очень важно Быть на сцене, быть с публикой Именно иметь этот контакт Все-таки у меня есть что сказать моей музыкой И хотелось этим делиться Да, я нашим слушателям напомню Что 30 июля в Дзинтере Сольный концерт Ксении Сидоровой А 31 июля будет концерт Зимаши Латвии Ну, это будет такой сборный концерт И тоже Ксения будет принимать участие Диск, я понимаю, что Вот может быть несколько слов Пьесовала Reflections Как раз-таки Почему нужно записывать диски Современным музыкантам Объясню почему Сразу смысл такого скепсиса Ведь это очень дорогое удовольствие Это аренда студии Это звукоинженеры, звукорежиссеры А диски, в принципе, сейчас Приобретают ли диски Насколько эта отдача соответствует вложенным средствам? Средство, конечно, огромное, не скрою Но я считаю всегда, что, конечно Купить диск после концерта Это как купить горячий пирожок То есть хочется унести частичку Этого артистизма домой И этим насладиться В данный момент у нас есть очень много платформ разных Как Apple Music, как Spotify Которые предлагают практически за бесплатно Иметь эту возможность услышать артиста Услышать все его записи на одной платформе Но надо понимать, что артист Этого ничего не имеет Конечно, для нас это огромная платформа слушателей И я все-таки надеюсь, что люди хотят И приобрести этот альбом Наверняка, может, даже не в физическом формате А в формате онлайн И все это, конечно, мы записываем Как и для истории Допустим, для меня очень важно записывать новые произведения И также и для своих, так сказать, фанатов И для своей группы поддержки Я очень рада, что французско-бельгийская компания Альфа, с которой в этот раз я записывала диск Они поддержали меня И поддержали новых композиторов Таких, как Сергей Ахунов Таких, как Франк Анджелес Которые очень популярны среди аккордеонистов И не только И они все-таки выпустили такой диск Посвященный Астеру Пьяцолли Включая и новые произведения Потому что надо думать на будущее Вот актеры обычно жалуются, что роль Гамлета Играют, ну, нужен молодой актер А как его играть? Приходишь к осознанию годам к 60 Вот всю глубину шекспировской пьесы Вот как играть Астера Пьяцоллу? Я знаю, что вы его играли с молодых ногтей Вот как можно играть его, когда у него Какой-то весь жизненный опыт мира просто вложен туда? Вот нет ли такого Такой сложности, что кажется, что в молодые годы Его тяжело понять, осознать? Я думаю, что такого осознания как раз в молодые годы нет Кажется, а, пошел, сделал, сыграл Но и такого ответа, как его играть, тоже не найду Потому что я все-таки считаю, что это все приходит с опытом И каждый год этот самый Пьяцолла разный Я открыла его для себя, когда мне было около 12 лет Я первый раз услышала знаменитый Либертанг, знаменитый Обливиан, который все играли Все аккордеонисты мира и до сих пор играют И, конечно же, я очень влюбилась в эти гармонии В те мурашки, которые я испытала слушать А потом еще и больше, когда играешь Так что мне всегда очень хотелось быть близкой к этой музыке И вот с тех пор я что-то пыталась там изобразить в 12 лет и так далее Но потом, я думаю, весь жизненный опыт Жизненный опыт влюбленности, первой любви Второй, третий И разных отношений с людьми И разных переживаний Все это отразилось в музыке И до сих пор отражается И я считаю, что Вот такого универсального ответа Или универсального подхода нет Наверное, ни к одному композитору Ну и продолжая вот тему Гамлета Как его играли тысячи и тысячи актеров Вот каждый актер пытается внести что-то свое Что-то новое Потому что, чтобы не раствориться Вот как найти свою интонацию Свою интерпретацию Астара Пьецолы? Это уже даже большие вопросы Даже не только к Пьецоле опять имеет дело Потому что наверняка самое главное в артисте И то, что нравится публике Это уникальность Это разносторонность Разносторонность артиста И его музыкального языка И я думаю, что с самых малых лет То, что обязательным является Для всех молодых музыкантов Это найти свой язык Найти свои какие-то черты Которые ты хочешь передать в музыке И для меня это было Довольно-таки сложно Потому что Я училась С моим педагогом Все это как-то становилось на место Это очень долгий процесс Нахождения самого себя В этой музыке И я думаю, что Эта работа не кончается Что можно посоветовать тем, кто сейчас Выбирает аккордеон Как музыкальный инструмент Как найти действительно Свою дорогу Свою индивидуальность Я всегда очень-очень рада Когда Ко мне после концертов Подходят Или пишут на социальных сетях Молодые аккордеонисты Что им дало какой-то толчок Или вдохновение В некоторых случаях Даже люди возвращались К аккордеону И шли снова учиться В консерваторию Потому что Где-то услышали Мое выступление Для меня это Самая большая лесть И я считаю Что этот инструмент Настолько вырос На классической сцене И на Вообще Международной сцене Среди других инструментов И уже имеет Такое лицо Что молодые люди Хотят играть на нем И я очень надеюсь Что их будет больше и больше Я считаю Что это один из самых Универсальных И вообще колоссальных Инструментов Потому что Действительно На нем можно играть Везде Его можно везде Принести с собой Несмотря на Его немаленький вес И ты можешь быть Сам себе аккомпаниатором Сам себе солистом В общем Это один из самых Узнаваемых Инструментов в мире Все знают Что аккордеон Это вот так Мех сдвинуть Раздвинуть Что это Что это такое В каждой культуре Практически в каждой Он является Фольклорным инструментом Поэтому Я желаю Я желаю учиться Прежде всего Осваивать технику И так далее А потом уже Обязательно слушать Других инструменталистов Потому что От них мы учимся Тот звукоизвлечения И поскольку Это еще Развивающийся инструмент Мы можем Подчерпывать Что-то Уникальное От певцов От струнных Инструментов И даже Допустим От Духовых Как дышать Как использовать Свой мех Сейчас очень Интересный мир Когда все Настолько доступно Даже вот В интернете Да Можно увидеть Выступление Кстати В интернете Можно узнать Много Ксении Сидоровой Заглянув В ее социальные сети Об этом Мы тоже Сейчас поговорим Но вот Говоря про Аккордеон 14 июля Вы выступали Во Франции Как раз таки Французы Ну Это Просто Какой-то Вот Инструмент Национального Какого-то духа Аккордеон Вот с каким чувством Вы выступали С Национальным оркестром Франции Как это Вот происходило Это было Потрясающе Я Не знаю Сейчас Какие-то Такие сигналы Мне посылает Судьба Я Когда не включу Телевизор Я все время Вижу эту Эйфелевую башню И как мой муж Говорит О, твоя сцена На самом деле Выступить Перед французской Публикой Это было Особенно Это настолько Важный день По пущке Нового года Наверняка Запустили Салют Такой невероятный Я действительно Такого не видела Живем никогда И вот За моей спиной Кстати Стоит Эта скрипка Подарок Ришара Орлинского Знаменитого Во Франции Наверняка Во всем Во всем мире Артиста Прекрасные воспоминания И Франция Действительно Любит аккордеон Но и с другой стороны Они очень скептически Относятся К аккордеону Как к классическому инструменту Поэтому Когда я выходила На сцену Все-таки Это у меня где-то At the back of my mind Как по-английски Сзади в голове У меня эта мысль Сидела О том Что Как же они сейчас Воспримуют Что я играю Астро Пьяцола Который тоже Кстати Провел Несколько лет В Париже Но на аккордеоне И это не звучит Какой-то французский Вальс Например К которому они Привыкли Но публика Все приняла На ура И это был И это был Действительно Потрясающий Концерт Где было Столько разных Номеров Столько разных Уникальных Артистов Поэтому я была Частью Действительно Чего-то Сумасшедшего В наше время Там была Публика И все сидели На газоне Это было как будто бы Два года до Вот Было очень Очень интересное чувство И наконец-то Мы смогли Поделиться Этой аурой И этими эмоциями Также и с Оркестрантами Блистательными И вот Сделать эту музыку Лайв А ведь совсем недавно Был совершенно другой Опыт выступления В совершенно пустом Зале в Тоскане Вот С тоже С симфоническим Оркестром И вот Вот эта разница В то что Эта Запись Да Ее смогут Посмотреть Тысячи Там и тысячи Людей Но тем не менее Вот нету Этого Живого Контакта Разница огромная Это не сравнить Потому что Конечно Когда мы были В Тоскане У нас было Прекрасное время С оркестром С замечательным Дирижером Нил Вендити Турчанка Итальянского Происхождения В общем Все было Все было Как всегда Но Но не как всегда Потому что Ты выходишь на сцену А там пустой зал Тебя ждет Зал кстати Был шикарный Потрясающий Но Не хватало Публики Не хватало Вот этой Связи с ними И чем-то Вот особенным Когда Когда ты Деришься Когда ты Вдруг Начинаешь играть Как будто Был лучше Или по-другому Я не знаю Это все Вот этот Контакт И электричество Которое происходит Между публикой И артистом То есть В Париже Это было Совершенно На другом Уровне Да А вот Этот Как раз Момент Момент Импровизации Он характерен Больше Все-таки Для джазовых Музыкантов А вот В классической музыке Насколько допускается Вот этот момент Когда Ну например Идет репетиция И вот Отпустить Вот попробовать Импровизировать Такое Допустимо Вот в классической музыке Есть какие-то рамки Я вообще побоюсь Назвать То что я делаю Импровизацией Потому что Я не джазовый музыкант У меня Огромное уважение К джазовым музыкантам К их таланту У нас Он немножко В другом Выражается И какие-то Бывают моменты Спонтанно Возникающие На сцене Когда ты вдруг Понимаешь Что Ах Вот это вот По-другому удалось Это какой-то Контакт Между игроками Которые Они понимают Только На своем уровне Но которые Публика ловит Как Вот случилось Что-то неописуемое Какое-то Произошло Действительно Какое-то Понимание Между музыкантами Которое Рождает Особую Атмосферу Я так думаю Вот как раз В социальных сетях Видно Ваше расписание До конца года И там Ну я знаю Что Были годы Когда по 100 концертов И даже В год Когда Родилась дочь 65 Было Концертов То есть Насколько Это Такая Сумасшедшая Совершенно Нагрузка Программа Вот Что Сколько Сколько Концертов Вообще Возможно Для музыкантов Чтобы не произошло Этого Выгорания С одной С одной С одной С одной С одной С одной С другой Это Не превратилось В рутину Когда Уже Не понимаешь Какой Город Какая Какая Сцена Да Такое Наверное Тоже Было И кстати Я уже Даже Не помню Как Потому Что В 2020 Году У меня Было Три Концерта В сравнении Да Это еще То Что Успелось До Марта Так Сказать И Я После Рождения Дочери Я выступала Через два Месяца После ее Рождения Я уже Начала Играть Снова То есть Практически Декретного Такого Отпуска У меня Не было И вот Он Случился За время Пандемии Хороший Вопрос Про Выгорание Потому Что Есть Артисты Которые Играют Сотнями Сотнями Концертов И у них Еще Хватает И запас Огромный Допустим Мацуев Или Гергеев Которые Это Известный Факт Что они Играют Огромное Количество Концертов А есть Солисты И Певцы Допустим Которым Нужно Гораздо Меньше Или Они Себя Так Чувствуют Комфортнее Я думаю Что Эта Цифра Зависит От Человека И От Обстоятельств Потому Что Бывают Очень Легкие Путешествия Когда Вроде И улететь Недалеко И прилетел На следующий День А бывают Конечно Туры И похлеще Так сказать Месяц В Азии Или Месяц Вопрос Тоже Когда Ты Женщина И Когда У тебя Семья Вот Это Я Еще Для Себя Сама Открываю Потому Что Я Все-таки Хочу Присутствовать При Начинаниях Моей Дочки И Конечно Быть С мужем Тоже Так Что Я думаю Надо Найти Вот Эту Золотую Середину Когда Ты Счастлив Как Музыкант И Ты Счастлив Как Ты Счастлив В семье Просто Предосхитили Мой Вопрос Действительно Что Значит Семья В жизни Музыканта И Какую роль Она Занимает Я Скажу Первую Потому Что Естественно Я обожаю Свой Аккордеон Но С тех пор Как родилась Габриэла Для меня Многие вещи Поменяли Приоритеты Поменяли Смысл И Кажется Что Допустим Выйти на сцену Вроде Не так И страшно Если Когда-то Были Какие-то Сценические Нервы То Сейчас Я На эти Вещи Смотрю Наверное По-другому И Естественно Меня Сцена Наполняет Так же Как Меня Наполняет Дом Вот Для меня Это Действительно Как я уже Сказала Ранее Для меня Это важно Быть на сцене И реализоваться Как музыкант Тогда Я так же Буду Счастлива И дома Заглянуть Как каким-то Одним глазом Во внутренний мир Ксении Сидоровой Можно На социальных сетях В фейсбуке В инстаграме На страничках Есть и личные Есть и Ну Как бы Такие фан Фан-клубы Фан-зоны Вот Что для вас Роль социальных сетей Для современного Музыканта Означает Вот Это И чего ждут Ваши подписчики Вот от вас Как Информация о концертах Может быть Какой-то личный Немножко Я видел там Ролики Как готовить смузи Вдруг между этими Музыкальными На инстаграме Были Вот Что именно Ну я считаю Что это Для каждого человека Опять-таки Это разное И для Миллениал Для Для нашего Как-то Деньше Поколение Да Для нашего Поколения Это уже Такая нормальная Вещь Чем поделиться И все-таки Я не делюсь Всем чем У меня бывают Какие-то Дни Похуже Чем другие Я тогда не выхожу В соцсети И я не делюсь Но Я все-таки Считаю Что публике Интересно Чуть-чуть Посмотреть Как происходит Подготовка Концертам Я довольно Думаю Я себя веду На сцене Естественно Я всегда Разговариваю Я чем-то Делюсь И рассказываю Истории жизни Как Какие-то моменты Меня привели К данному Произведению То есть Это все Настолько Тестно Связано Что Мне кажется Что иногда Мой смузи Тоже имеет Место быть Да И большое Количество Я вижу Подписчиков Которая Постоянно Растет А вот Насколько Музыка Классическая Музыка Воспринимается В спотифай Вот насколько Ну Сама По себе Вот идея Что можно Слушать Классичную Серьезное Классическое Произведение В наушниках В телефоне Оно Не является Чем-то Кощунственным То есть Я считаю Оно занимает Одно из главных Мест Кстати Для спотифай Классическая музыка Очень важна И мне кажется Особенно В год пандемии Когда люди Вдруг Перестали ходить В офисы И должны были Работать из дома Например Им помогали Всякие Классические Плейлисты Которые Также Делает Сам Спотифай Это довольно Престижно Попасть В один Из них Так что Далеко Не последнее Место Для них И я считаю Что вообще Для людей Они сейчас Поняли Что Если нет Возможности Вести В концертный Зал То они Могут Все это Конечно Слушать И онлайн Естественно Это Немножко Это Совсем По-другому Воспринимается В концертном Зале Когда ты Сидишь В своей Магине Например Едешь И вдруг Оркестр Играет Пьяно Бывают Моменты Когда ты Просто этого Не слышишь Ну Кажется Окей Я поехал Дальше Вот опять Особенных Местах В зале Вот Тогда бывает Что у тебя Подымаются Все волосы И мурашки На коже От действительно Происходящего Я считаю Что все-таки Ничто не заменит Живые выступления И Иметь вот этот Пирожок Диск Который ты унес Из концертного Зала домой Или купил его домой Это тоже важно Как для артиста Так и для слушателя Но все-таки По-другому Воспринимается Классическая музыка Живьем Но Классическая музыка Она Вот если мы говорим О будущем Насколько вот Молодые Молодые Композиторы Ну и вообще Ныне живущие Композиторы Востребованы Потому что Опять-таки Мы сталкиваемся С проблемой Когда публика Знает Вот ряд имен Ряд произведений Которые Ну звучали рингтонами Бах Моцарт Вивальди И вот как Привлечь Человека На концерт Когда он Например Не знает Имени Композитора На афише Могу сказать Со своей стороны Потому что Мне это приходится Делать довольно часто Я обычно В своей концертной программе Включаю Очень разных Композиторов И это у меня Получается Такое путешествие По миру По миру Классической музыки По миру Аккордеонной музыки Практически В каждом концерте Будет какое-то Новое имя Для моей публики И мне очень нравится Сочетать Это с уже Знаменитыми Классическими Композиторами И произведениями По чуть-чуть Потому что В принципе Люди Не привыкли К новому Люди Отвергают Новое И отталкивают И Допустим Как раньше С интернетом Было Не все Сразу Его приняли Не все Сразу Поняли Что и как То же самое Происходит С допустим Новой едой Кажется А это не та картошка Я ее не знаю Не буду пробовать То же самое С новыми Произведениями Пока ты не услышал Возможно Даже два раза Для меня Иногда Очень важно Даже не один раз Прослушать А Неколько Чтобы именно Вникнуть И опять-таки Есть разная Классическая музыка И разные Произведения Новых композиторов Которые Бывают Для широкой Публики Которые Бывают Больше В стиле Как музыка К фильмам Например Когда ты Можешь Ясно И четко Видеть Эту картинку Как и более Такая Минималистическая Релаксирующая Музыка Настолько Широкий Спектр На вкус И цвет Все Welcome Послушать А Как Складываются Отношения С самими Композиторами Личный контакт С композитором Который Пишет Произведение Насколько Он важен Я знаю Что Вы Знакомы С Артуром Маскатцем Например Как Складываются Отношения Когда Знаешь Лично Человека Который Написал Музыку Я совсем Недавно Кстати Отыграла Премьеру Его концерта Для аккордеона И симфонического Оркестра Под управлением Андриса Поги С ЛНСОЛ Этвийским Национальным Симфоническим Оркестром Это очень-очень Помогает Конечно То, что ты знаешь Человека То, что ты уже Работал с ним И допустим Композитор знает Как писать Для аккордеона Но бывают И случаи Когда С композитором Ты даже И не встречался Как Например Произошло С итальянцем Пьетро Рофи Произведение Которого Я записала На последний диск Пьетцоло Reflections С ним Мы знакомы Чисто потому Что он тоже Аккордеонист И Он инструмент Знает Но Как-то Однажды Он мне Написал На инстаграм И я Пропустила К сожалению Это сообщение В тот момент Только родилась Габриэла И я Не обратила Такого внимания И вдруг В год пандемии Я сидела И пересматривала Сообщение И я листаю Наш чат Дальше И смотрю Что это был Больше не часто Монолог От Пьетро Который написал Для меня Произведение И уже прислал Мне ноты Второе сообщение Было Что я уже Его опубликовал Но оно все равно Для тебя И вот Опять Твои ноты И когда я начала Его играть Я поняла Что Как нельзя Актуальное время Для того Чтобы его записать Для того Чтобы оно звучало Потому что Называется оно Колыбельное О тех временах В которых мы еще не жили И вот как раз То что с нами Происходило В март 2020 года И дальше Оно все Настолько Об этом Произведении Что мне Как нельзя Скорее Захотелось Его записать Такие моменты Тоже бывают Что ты никогда В принципе С композитором Не встречался И рождаются Вот эти Творческие Тандемы Которые Приводят В нашем случае У нас будет серия Концертов В сентябре С С новыми Произведениями Да То есть опять-таки Новые возможности Интернет Всех сближает И Уже не важно Кстати Живешь ты в одном Городе С композитором Или нет Потому что Ты всегда можешь Встретиться в Zoom Также мы С Артуром Работали над Его концертом В Zoom То есть Вы репетировали И общались Вот через Ох Да Такое тоже возможно К сожалению Еще не настолько Усовершенствованный Звук И Скорость интернета Иногда что-то там Запаздывает Но все-таки Мы отделили себе Каких-то 3-4 часа И реально Все провели Допустим В первый раз Когда надо было Все сыграть Все посмотреть И подумать И все-таки Можно Что-то можно Донести Ему эта сессия Допустим В Zoom Очень помогла Самая первая Когда он уже Послушал то Что я там Научила И много чего Изменил Ну и Я к нашим Слушателям Обращаюсь Может быть Среди них Есть тоже Композиторы Которые могут Написать Где-то в чате В инстаграме Предложить свои Произведения И все возможно Все двери Открыты Я напомню Что 30 июля В Дзентере Будет сольный концерт Ксении Сидоровой Нашей латвийской Аккордеонистки Которая 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 Сейчас больше Конечно Выступает За рубежом За пределами Латвии 31 июля Будет сборный Такой концерт Рожденный В Латвии Вот нужно ли Объяснять Когда Вот Где Латвия Что такое Латвия Учитывая Что в музыкальный мир Вот врываются Огромное количество Композиторов Музыкантов Исполнителей Которые действительно Рождены в Латвии Тут можно и Элину Гаранчу Вспомнить Ну там До Кристинопола Продолжать 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 Все эти списки Антоненко И прочее Мне К счастью Даже не приходится Рассказывать Где это Латвия Потому что Действительно Музыкальных Курова Все знают У нас Очень много Потрясающих Музыкантов Которые путешествуют По всему миру И несут имя Нашей страны Я считаю Это огромный плюс Ну так же Конечно В спорте Тоже Наши люди Опять-таки Отличились Допустим В баскетболе В волейболе В пляжном Очень часто Я слышу Что А я фанат Вот Вот это вот И так далее Поэтому Все меньше и меньше Приходится объяснять Люди знают Знакомы с Латвией Это именно слуху А о концерте Кстати Рожденной в Латвии Это тоже Особенное Мероприятие Потому что В нем Участвуют Молодые таланты В этот раз Я буду играть Допустим С подающим Надеждой Виолончелистом Максимом Скибицким Который Является Учеником Заменитой Леоноры Тестелец Так что Это также Очень важное Событие В Юрмальском Фестивале Моя бабушка С ней играла Моя бабушка Пианистка Она играла С Тестелец 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 Я смотрю Я смотрю Что время Пробежало Очень незаметно Вот эти полчаса Которых мы договорились Пообщаться с Ксенией Сидоровой Я еще раз напомню Что 30 июля В Дублте Сольный концерт 31 июля В рамках Вот Юрмальского фестиваля Концерт Рожденный в Латвии И конечно Учитывая Что количество билетов Ограничено И сложности Будут Всевозможные С ограничениями Так что Нужно Поторопиться Спасибо огромное Ксения За то что Нашли время Пообщаться Удачи До встречи На сцене В Латвии В Дзинтере Спасибо большое И до встречи До свидания На одной волне Сгора